Привет, ребята, ребятунчики. Знаете, меня что поражает, да? Ну, вы сейчас, конечно, меня увидите в гневе. Ладно, суть не в этом. Короче, обращение, да? Сергей Семёныч, Сергей Семёныч, послушайте меня внимательно. Вот сейчас вот с этой минуты слушайте меня внимательно. У меня ребёнку 14 лет, я неделю не могу сделать ему, подать документы на паспорт. Почему? Потому что ваше это МФЦ, я не буду говорить, как оно другими словами называется, МФЦ. Оно, короче, сначала принесите бумажку ту, принесите это, принесите то. Ладно, мы всё собрали, всё сделали туда-сюда, пошлину оплатили. Но пошлину, опять же, они не могут понять, потому что мы оплатили или нет, надо принести квитанцию. Квитанцию мы уже пошли, опять же, принесли. И, короче, сегодня прихожу, даёт мне вот эту хрень. Я вам внимательно сейчас показываю. Я вам сейчас видео ещё включу, как они со мной разговаривали. Вот смотрите. И кто мне, вот это вот, это я у них взял образец. Взял образец у них, и мне сказали, охрана за мной бегала, потому что вы украли образец. Я говорю, я не украл образец, он образец, если вам нужно, я вам деньги отдам. Вот это образец документа на паспорт 14 лет. Ещё раз. Кто мне скажет, что здесь написано? Ну, это понятно, да, это надо заполнить вот этим шрифтом. Но кто мне скажет, вот кто? Я что, слепойшую совсем? Вот это кто мне скажет? Я не дурак. И я стою с ребёнком, да, которому 14 лет, и я говорю, подождите, девушка, я говорю, мало того, что вы мне храмите, грубите, уже неделю как храмите, лупу себе, говорит, возьми. Это ваше МФЦ работает, она мне говорит, лупу себе возьми. Лупу возьми, если ты не видишь, да? Ну, точнее, она мне так сказал, лупу возьми. Вот вы хоть без лупы видите, что здесь написано? Вот образец. Это образец официальной бумаги, паспорта человека, точнее, не человека, а гражданина Российской Федерации. Я говорю, подождите, девушка, а что здесь написано? Она говорит, я не вижу. Заполняйте, и хватит здесь это шуметь. Я говорю, подождите секундочку, а что здесь написано? Должен я миллион долларов или там паспортные данные свои оставить? И что я должен, за что я должен подписываться-то, я не понял. И она говорит, да, лупу себе возьми. Понимаете, у меня слов просто нету, это такой дебилизм. Это просто реальный дебилизм. Это Россия, 2022 год. Я когда паспорт получал, да, вот там еще в сельское время, там руку жали, молодец, туда-сюда, ты гражданин страны стал. А сейчас, кому ты нужен? Вот это кому? Что тут надо заполнять? Вот вы мне объясните, я вам еще раз вот в камеру вот в суну, увеличьте. Покажите мне, что здесь написано. Я что, тупоще совсем, вы думаете? Говорит, заполни. Чего? Вот это что? Нам Собянин сказал, вот я вам рачаюсь, Сергей Семенович, вот возьмите лупу и почитайте, что здесь написано. А возьмите лучше две. Знаете почему? Потому что вы с одной не увидите, ни хрена, что здесь написано. Чего тут написано? 14? Вижу. А дальше? Что я должен заполнять? У меня ребенок как должен относиться к вам? Когда он неделю не может просто документы, я с ним хожу, потому что он не может сам. Просто документы на паспорт, тупо на паспорт отдать. У меня слов нету. А сейчас я вам включу видео из ФЦ, и посмотрите, как там они бегают, ваши сотрудницы. Которые представляются, они такие, ну они же, они же за Россию все. Включаю. Погнали. А еще секундочку, девушка, подождите. Фамилия ваша, фамилия ваша, не надо от меня уходить. Пожалуйста, ведите себя. Я спокойно себя веду. Меня зовут Сергей Георгиевич, пожалуйста, представьтесь. Вы здесь работаете, представьте, пожалуйста. Меня зовут Евгения. Фамилия ваша, не вижу. Бейджер, покажите свой. Вы ей же свой, покажите. Да? Да. Меня здесь любят, да? Меня здесь любят. Молодой человек. Представьте, пожалуйста, девушка, вы исполняете. Не кричите, пожалуйста. Вы на работе находитесь. Можно мне, пожалуйста, не дай пиджи на человека, пожалуйста. Пойги в общем. Пойги в общем. Пойги в общем.